Рывок золота Видно, что у нас золото болталось в этом диапазоне Я отметил тут уровни в 1680 и 1745 Покупатели здесь спорили 2 месяца Покупатели и продавцы В течение этого периода цена колебалась в этом диапазоне Наконец мы видим, продавцы уступили Если мы посмотрим на предыдущие попытки золота уйти вверх Видно, что произошел один серьезный неудавшийся пробой Почему неудавшийся? Потому что цене здесь не удалось закрепиться Над вот этим уровнем Цена вышла вниз, потом была еще одна неудачная пытка Также потом цена на золото вышла вниз Что убедило рынок в том, что пока не стоит торопиться С планами возобновить повышательный тренд И продолжился наболтаться здесь Отбивая ситуацию сопротивления, поддерживая Повышая надежность вот этих данных уровней, которые я отметил Так вот, на этой неделе произошел еще один пробой Как мы видим, мы и сейчас Чансы того, что пробой успешный Значительно выше Почему? Потому что видно, что вот здесь Произошел отбой от верхней границы Отбой именно вверх И затем последовал более высокий лой Да, вот здесь Такое поведение можно объяснить тем, что рынок Пришел к консенсусу по поводу правильности пробоя А вот здесь при отбое Продавцы осознали ошибку Что они зря продали от сопротивления Вот здесь, и собственно здесь Они начали закрывать позиции Закрытие позиций для продавцов Это покупка золота Соответственно, покупатели убедились В том, что Сделали неправильное решение Купили то, что золото И собственно добавили здесь Все не решившиеся также поддержали Вот здесь покупателей Поэтому у нас произошел такой вот Уверенный отбой здесь Следовательно, за выходом из диапазона Что часто является сигналом Именно к началу тренда У нас именно был вот такой диапазон Мы его здесь отметили Базовым сценарием Сейчас, на мой взгляд, становится именно тренд Тренд повышательный Со следующей важной целью В 1800 долларов за тройскую функцию Если мы посмотрим На факторы спроса золота Если мы вспомним то, что золото У нас является защитой от падения Реальной доходности Я напомню, что реальная доходность Это номинальная процентная ставка Минус ожидаемая инфляция Так вот Из-за падения реальной доходности В США У нас должно, соответственно, происходить Рост спроса на золото Этот фактор должен благоприятно, положительно сказываться На спросе на золото И поэтому давайте мы с вами посмотрим Одну из популярных метрик Ожидаемой инфляции В США Мы не будем объяснять, что представляет из себя Эта метрика Но ограничимся таким очень коротким определением Что это ожидание рынка По поводу того, какова будет инфляция Через пять лет Это очень популярная метрика Которая используется для оценки инфляционных ожиданий Рассчитывается на рынки фиксированной доходности Между инструментами, которые защищены от инфляции И между инструментами, которые не защищены от инфляции Исходя из того, какова разница в цене этих инструментов Можно сделать вывод о том Какие ожидания рынок у нас закладывает по инфляции Так вот, видно, что вот здесь Синей линией Синей линией как раз у нас является Вот эта метрика ожидаемой инфляции Видно, что у нас вот здесь Произошел рост Рост выше, чем наблюдалось Ранее Рост до максимума получается С апреля 2020 года Как раз таки у нас происходил этот рост Сильных инфляционных ожиданий И вместе с этим мы видим, что да Вот здесь произошел также рост золота Получается на этой неделе Видно очень сильная такая зависимость Между двумя этими показателями Между ценой золота и между ожидаемой инфляцией Действительно, ускорение Именно ожидаемой инфляции в США Вот эти инфляционные ожидания более высокие Они действительно привели к тому, что золото у нас также отреагировало вверх Это еще раз подтверждает теоретическую предпосылку Точнее, вывод такой Что золото у нас является защитой от инфляции И, собственно, когда у нас происходит рост инфляции Точнее, ожидаемая инфляция У нас падает реальная доходность А реальная доходность, если на золото у нас зависит Обратно пропорционально Что, собственно, мы и наблюдаем Сейчас рынок может дисконтировать угрозу усиления инфляции в США В том числе из-за такой сильной уверенности в ФРС Которая выразилась во мнениях чиновников нескольких Что чистый эффект от коронакризиса И затем от этих мер стимулирования Прежде всего, фискальных мер Нет эффект от этого всего будет дезинфляционный То есть, в итоге мы получим, что чисто являемая инфляция негативная То есть, инфляция должна снижаться То есть, другими словами, спрос получается Снижение спроса в США потребительского Оно перевесит вот эту денежную экспансию И поэтому инфляция у нас не сможет ускориться Это точка зрения ФРС А это у нас главный ориентир инфляционный на рынке За которым все следуют Поэтому рынок, исходя из этого, может дисконтировать вот эту угрозу Точнее, ну, если будем так игнорировать Да, даже угрозы скорения инфляции в США Как раз таки из-за того, что недооценивается сейчас Возможный отскок спроса Ожидать этого, это именно есть некоторые предпосылки Если мы вспомним, что у нас данные по рынку труда Данные по розничным продажам По продажам недвижимости в США И продажам автомобилей Ключевые такие вот потребительские каналы расходов Они у нас показали положительную динамику в мае И это доказывает обратное Именно то, что инфляция, естественно, может ускориться В США, что ФРС может недосмотреть это И, конечно же, инфляционные ожидания Они у нас смогут сейчас начинать это закладывать постепенно И это будет, естественно, отражаться в золоте Хотелось бы узнать и ваше мнение Поэтому поделитесь своими соображениями в комментариях Вовремя того, что вы думаете Касательно зависимости золота И ожидаемой инфляции США Вовремя того, что вообще происходит сейчас с золотом Если у вас есть какие-то вопросы О чем сегодня шла речь Что мы обсуждаем Также не стесняйтесь Задавайте вопросы Это позволит создавать более интересные Более информативные Более понятные обзоры для вас На сегодня все Спасибо за ваше внимание Увидимся в пятницу Спасибо за просмотр!